Этот бизнес возник от любви к итальянскому дизайну. За 15-летнюю историю бутика Милана его хозяйка Татьяна Баева выучила итальянский, во второй и в третий раз стала мамой, собрала команду единомышленников, а также познакомила Челябинск с большим количеством новых премиальных брендов. Я не думала изначально, что это будет бизнес, бизнес там связан с одеждой. Это было, получается, 15 лет назад, когда я начала этим заниматься. И у нас на тот момент был не очень большой выбор, конечно, сейчас он просто огромен. И я первый раз поехала в Италию просто, чтобы привезти одежду для себя. Но поскольку мне сразу изначально хотелось брендовую одежду, я, конечно, этим занималась, я это искала. И я могу сказать, что мне повезло. Эти первые поездки, это все равно довольно страшно, это довольно неизвестно. Тогда это было все сокрыто, особенно бренды. Бренды было очень тяжело. Но вот 15 лет назад это все было, эту информацию даже достать невозможно было. Тогда было все очень сложно и с таможней, даже с провозом денег туда. Там с завозом вещей обратно. Начало, да. Начало было такое не очень простое. Мне хотелось в нашем маленьком северном городе создать вот такой островок северной Италии. С их философией, душевностью, с их вот этой красивостью, с их вот этой дольчевитой, с их отношением к красоте, отношением к жизни. Основная моя задумка была такая, что покупая в бутике Милана в Челябинске, ты получаешь те же вещи, те же аутентичные итальянские вещи по той же абсолютно цене, что ты покупаешь в любом бутике города Милана. Ну вот она, основная задумка. Самое большое влияние, наверное, оказывает то, что мы с нашими клиентами вместе взрослеем. Ну мы знаем своих клиентов, мы знаем, чем они занимаются, чем они живут, что им интересно. За много лет мы уже практически со всеми клиентами стали уже как друзья. И мы вот год назад где-то, может быть чуть больше, стали организовывать девичники, на которые мы приглашаем определенных людей. Самое большое влияние, наверное, оказывает то, что мы с нашими клиентами вместе взрослеем. Ну вот как бы, вот я думаю, что это самое основополагающее. У нас работает три стилиста, обученных. И у Васильева, и у Богомолова, и различные курсы, и тренинги, и сами они обучали стилю. Я считаю, что вот наши клиенты нам благодарны за то, что мы знаем их гардероб. И зачастую у нас вот девочки-стилисты говорят, да у тебя же есть, ты вот вспомни, вот тогда-то у тебя там было вот это-то. А вот сейчас вот мы это добавим, и все сложится, и все будет красиво. У меня гардеробную скоро разорвет. Она у меня очень большая. Вещи качественные, вещи брендовые. Никуда не денешься в мода циклично. Вот эта вот эпоха, она возвращается и возвращается. И поэтому на какой-то момент достаешь какую-нибудь вещь в виде пи, например. Ну, качество, которое просто приятно держать в руках. Ну, конечно, ее надеваешь, и ты опять в тренде. Сейчас тенденция пошла такова, что очень большую силу набирают менее известные марки. То есть они более креативные, они более интересные, и мы тоже меняемся. И на лето я аж три новых марки заказала. Ну, я не знаю, как бы я рискую, но почему нет? В общем-то, большой опыт, я думаю, что мне позволяет это сделать. И такой бизнес, он действительно женский бизнес. Это действительно бизнес, который делается на интуиции.